Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня мы обсуждаем мировую экономику, процессы, которые активизировались в ней в последнее время в связи с изменением политики главного игрока международных отношений Соединенных Штатов Америки. В интервью с приглашенным экспертом мы также затронем тему новой индустриальной революции и ее влияние на глобальную экономику. Здравствуйте! Для обсуждения заявленной темы мы пригласили Галямову Динару Хамитовну, доктора экономических наук, профессора Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета, а также заведующего кафедрой территориальной экономики. Динара Хамитовна, добрый день! Начнем с самой актуальной темы. Это после официального вступления в должность президента США Дональда Трампа мы стали наблюдать значительные изменения в настроениях мировых глобалистов и глав держав в связи с новой политикой на международном уровне, объявленной США. И последнее, что наиболее актуально в этой теме, это выход из Парижского соглашения по климату. Как вы оцениваете данный шаг США и как относитесь вообще к данному соглашению, то есть к проблеме глобального потепления, которое должно быть решено с помощью данного соглашения? Прежде всего, мне бы хотелось сказать пару слов о непосредственно самом феномене глобального потепления, так называемом парниковом эффекте. Дело в том, что об этой проблеме очень много говорят какие-то государственные деятели, политики, общественные деятели, деятели науки и культуры, они в этом, собственно, однозначно, они считают эту угрозу, с которой необходимо бороться. В то же время среди ученых такого однозначного мнения нет. На самом деле этот вопрос достаточно является в научных кругах дискуссионным. И есть точка зрения, которую, кстати, в свое время разделял Сергей Петрович Капица, который заключается в том, что как такового глобального потепления нет, и угрозы такой серьезно не существует. По мнению этих ученых, в данном феномене перепутаны причины и следствия, то есть вообще сама теория глобального потепления основывалась на теории парникового эффекта, который экспериментально не был никак доказан. В то же время эксперименты показывают, что в данной проблеме перепутаны причины и следствия. То есть изначально идет потепление климата на 0,5 градуса в столетии приблизительно, а затем уже идет под воздействием тепловыброса углекислого газа из мирового океана в атмосферу. И, кстати, в пользу этой теории говорит то, что потепление на указанную температуру наблюдается уже долгие годы и началось задолго до того, как появилась и промышленность, и индустриализация, и те вещи, которые сейчас связывают с глобальным потеплением. То есть непосредственно связи между выбросами СО2 и техногенной деятельностью человека нет. Это исключительно такой был постулат. Что касается Парижского соглашения по климату, на самом деле это тоже очень интересное соглашение, поскольку в нем не отработан механизм контроля над его исполнением. То есть страны ратифицируют, соглашаются, но как будут контролировать, ограничили они выбросы 2 линии, ограничили. Этого нет. Санкции за нарушение тоже не предусмотрены. То есть фактически можно подписать и ничего не делать, но и при этом, соответственно, никаких последствий для страны не будет. Для чего оно нужно? Для чего лидеры вступают и подписывают это Парижское соглашение? На самом деле вы знаете, что проблемы защиты окружающей среды достаточно актуальны. И любой лидер хочет показать себя перед избирателями своей страны хорошим человеком, который заботится об окружающей среде. Соответственно, он подписывает, говорит, да, я буду бороться, и даже можно в принципе ничего не делать. То есть это на самом деле большая пиар-компания по приобретению хорошего имиджа. Соответственно, Трамп в данном случае мог просто подписать и ничего не делать, да, и, соответственно, никто бы этого не заметил. Давайте попробуем разобраться, для чего ему нужно было демонстративно выйти из Парижского соглашения по климату, для чего нужен был этот шаг. Прежде всего, да, как вы наверняка обратили внимание, Дональд Трамп является таким несистемным игроком, который построил и свою избирательную кампанию, и политическую карьеру, как человек склонный к эпатажу, к каким-то ярким, громким поступкам. Он такой несистемный игрок, и, соответственно, для него этот выпад должен был нужен был прежде всего для того, чтобы набрать очки у своих избирателей, поскольку когда он избирался, он что пообещал американцам, что он прекратит ставить на первое место внешнеполитический интерес Соединенных Штатов и займется внутренними проблемами. То есть сейчас он идет на поводу якобы у внутреннего бизнеса, да, у американского бизнеса, который всегда выступает против ограничений выбросов CO2, потому что это неэффективно, это приведет либо к сокращению производств, либо к переоснащению существующих каких-то очистных сооружений бизнесу, неинтересно снижать выброс CO2. Соответственно, таким заявлением он получает бонусы от бизнеса. Бизнес говорит, да, хорошо, какого хорошего мы президента выбрали, он выполняет свои обещания. Далее он таким образом немножко ставит на место европейских политиков, да, это он тоже очень любит делать, да, хотя бы посмотрите на его отношения с Ангелой Меркель, да, он периодически показывает, что для него Европа не авторитет, да, для него важны американцы, прежде всего внутриамериканские интересы. И недавно, как раз перед тем, как это произошло, да, вот его отказ от подписания Парижского соглашения, он высказал недовольство недофинансированием НАТО, да, в том числе и Германии, да, это обвинение было предъявлено, поскольку, опять-таки, недофинансирование НАТО это в какой-то мере и сокращение закупок вооружения у Соединенных Штатов, да, то здесь он опять-таки сыграл на своего избирателя. Вообще, Трамп, если его сравнивать в политике, есть такая точка зрения, что он схож в чем-то с Михаилом Горбачевым, не в плане мер, да, которые он принимает, а именно в том, что вот была система, да, были какие-то предсказуемые лидеры, потом произошел неожиданный слом системы, приходит абсолютно непредсказуемый игрок, и в этом плане действительно американцы сейчас переживают что-то вроде перестройки, потому что они не знают, что будет завтра, да, по какому пути пойдет развиваться их страна, да, какие могут быть заявления, сделанные их лидером, какие могут быть меры экономической политики и так далее. Поэтому, на мой взгляд, для него, да, еще раз повторю, вот этот выход из Парижского соглашения был таким ярким, безопасным способом повысить свой имидж защитника интересов американцев. Спасибо, и к тому же вот он комментирует свое решение по выходу из Парижского соглашения, сказал, что этот шаг является исполнением священного долга перед Америкой и ее 25-му году около 2,7 миллионов рабочих мест. Вот в этой связи интересна политика Трампа в области экономики и ее очевидного тренда в сферу на усиленную индустриализацию. Вот президент одной из своих главных целей видит именно создание рабочих мест, возврат их в Америку из других стран, и вот это стремление к индустриальному развитию экономики, есть ли этот инструмент, так сказать, инструментом решение проблемы рабочих мест в Америке, либо это какой-то другой подразумевает под собой смысл? Ну, прежде всего, эта цифра 2,7 миллионов человек, она на самом деле достаточно условно является, да, как я уже сказал, сложно посчитать эффект от принятия такого решения, да, соответственно, можно было сказать и 5 миллионов, там можно было сказать и 3 миллиона, но, конечно же, такие слова симпатичны избирателям, да, они понимают, что, да, действительно, он выполняет свои обещания. Что касается индустриализации, действительно, такой момент в политике Трампа присутствует, и даже появилось мнение, что, возможно, это какая-то, то есть, какой-то откат назад, да, то есть, он отказывается от постиндустриальной экономики и возвращается в период индустриализации. На самом деле, это не так. Я думаю, в данном случае Трамп действует как хороший бизнесмен, который привык диверсифицировать, широко диверсифицировать свой портфель, да, портфель своих активов. И в данном случае он использует стратегию конгломеративной диверсификации, то есть, к существующим постиндустриальным секторам он просто добавляет индустриальный сектор, расширяя, соответственно, сферы, экономические сферы, да, в Соединенных Штатах. Во многом способствует такой политике и сланцевая революция, которая приводит к удешевлению важного ресурса, да, индустриального нефти. Соответственно, ряд сланцевых месторождений сегодня показывает уже порядка 25-30 долларов за баррель, это хорошая себестоимость. И в дальнейшем этот ресурс будет только дешеветь, что, конечно же, сыграет на руку Трампу и поможет ему, так скажем, расширить вот этот индустриальный сегмент. Возможно, да, ему получится возродить, скажем, тот же Детройт, автомобильный штат, который прекратил, да, практически свое существование, поднять еще какие-то сектора в экономике. Но здесь есть один важный момент, раз уж вы говорите о рабочих местах, который заключается в том, что нет гарантии, что эта индустриализация приведет к ожидаемому росту рабочих мест, потому что сейчас, в общем-то, рабочие силы вытесняются машинами, да, процесс автоматизированный, и, возможно, не будет такого большого эффекта, такого большого роста рабочих мест за счет этой индустриализации. То есть это тоже нужно иметь в виду. На протяжении последних десятилетий мы наблюдаем, что ведущие страны развернули беспрецедентную гонку по созданию и соглашению преференциальных соглашений. Если говорится о США, то они остановились в этом процессе, если хотите, на пороге. То есть 23 января 2017 года США подписали меморандум о выходе из Транс-Тихоокеанского соглашения, то есть из партнерства. Означает ли это конец эры глобализации и начало нового витка национального протекционизма? Действительно, Транс-Тихоокеанское партнерство снимало тарифные и не тарифные ограничения во внешней торговле и, соответственно, делало американские товары относительно неконкурентоспособными по цене, то есть более дорогие, чем импортные, и, согласно мнению Трампа, оно ущемляло интересы американских производителей. Соответственно, выходя из этого партнерства, он приобретает право вводить какие-то ограничения, количественные, тарифные и прочее, что сделает импортный товар чуть дороже, и, соответственно, американские товары получат возможность продаваться на внутреннем рынке. Сразу стоит заметить, что не всегда такие ограничения приводят к абсолютно идентичному увеличению внутреннего производства. Мы все с вами знаем, что это приведет к тому, что часть потребителей просто перестанет покупать более дорогие товары. В то же самое время давайте зададимся вопросом, для чего Соединенные Штаты столько лет, в общем-то, в этом партнерстве и в подобных партнерствах принимали участие, даже часто выступали инициаторами, ведь они не делали это себе во вред. Если посмотреть на ситуацию чуть шире, мы поймем, что в конечном счете, конечно же, американская экономика выигрывала. Сейчас объясню, о чем идет речь. Дело в том, что те производители иностранных товаров, которые привозили, соответственно, продавали свои товары в Соединенные Штаты, те доллары, которые они обменяли, они не тратили на эти доллары, скажем так, на встречные закупки в Соединенных Штатах, они за небольшое количество меняли на национальные валюты, куда девались эти доллары. Два варианта. Либо они пополняли золотовалютные резервы стран, то есть хранились у них, либо они приобретали на эти доллары государственные облигации. Какие облигации в мире у нас самые надежные? Опять-таки американские, да, соответственно, они финансировали, тем самым подпитывали госдолг Соединенных Штатов, покупали вот эти вот государственные облигации. Поэтому Соединенные Штаты, в общем-то, выигрывали. То есть они получали как товары и услуги, так и, да, вот эти напечатанные бумажки хранились в резервах или приобретали их собственные долги. Поэтому, конечно же, в конечном счете Соединенные Штаты выигрывали. Но это непонятно рядовым избирателям, да, это непонятно, может быть, населению. Для них кажется, что это хороший шаг, и в конечном счете они будут производить много товаров, да, и Америка станет великой индустриальной державой снова. Плюс, единственное, которое здесь может быть, это движение к сбалансированности системы, да, то есть, кстати, да, говоря о государственных облигациях, огромное количество государственных облигаций американских хранится, как, значит, в Китае, в Японии, в Саудовской Аравии. Наш стабилизационный фонд частично хранился, да, в акционных бумагах. Поэтому сокращение этого количества приведет, ну, может быть, небольшой сбалансированностью госдолга, да, к улучшению их структуры, их задолженности. Спасибо. Вот продолжим обсуждать тему политики администрации Дональда Трампа. Она также по-другому смотрит на проблему свободной торговли, как мы уже узнали. И вот когда самая большая экономика мира меняет приоритеты, это, ну, неизбежно сказывается на других странах. Какое влияние окажет замедление, а в некоторых встрах и прямой откат от идей глобализации на рост мировой экономики на другие страны, по вашему мнению? Вы знаете, что касается непосредственно процесса глобализации, это очень серьезный фундаментальный процесс, и он имеет как свои периоды подъема, так и спада, да, спада под воздействием широкого спектра факторов, в том числе и политических. В то же самое время это, скорее, следствие развития информационных технологий, глобальных коммуникаций, а не волей того или иного политика. Поэтому я думаю, что, как вот сейчас называют Трамп-убийца глобализации, да, это не совсем правильно, потому что глобализация, она шире, гораздо шире. Она касается не только экономики, она касается и спорта, и культуры, и безопасности, соответственно, из-за его решений не свернутся какие-то мировые масштабные, там, спортивные, культурные мероприятия. Спецслужбы разных стран в любом случае будут объединяться, да, для борьбы с преступностью, да, с терроризмом. Поэтому, да, частично глобализация экономики, может, пойдет на спад, но я не думаю, что для глобализации будет какая-то серьезная угроза, поскольку это уже необратимый процесс. Перейдем к другой теме. Это связанные также с мировой экономикой глобальные проблемы. Безусловно, человечество делает большие шаги по решению данных проблем. И могли бы вы обозначить наиболее острые и требующие особого внимания глобальные проблемы, на которые сегодня следует обратить внимание, и которые необходимо решить в первую очередь. Классических проблем глобальных человечеств, да, их еще называют глобальные проблемы современности, глобальные вызовы современности, их пять. Я бы хотела о каждом очень коротко поговорить. Первая самая такая острая проблема, о которой говорят много, это проблема так называемого север-юг, да, разрыв, это дифференциация в доходах, то есть большое количество бедных людей, живущих в ужасных условиях, и небольшое количество сверхбогатых людей, которые живут в достаточно хороших условиях. Какие здесь имеются наблюдения? Дело в том, что действительно, с одной стороны, людей, которые жили в крайней нищете за 25 лет, то есть с 90 по 2015 год, по расчетам Юнктад, сократилось. Количество сократилось, примерно их было 2 миллиарда, сейчас около миллиарда. Но это тоже очень большая цифра, во-первых. А во-вторых, что настораживает, в тот же самый период число людей бедных, то есть работающих и живущих менее чем на 4 доллара в день, утроилось. То есть часть тех, кто был нищим, они стали просто бедными, да, и часть того, кто был средним классом, они тоже спустились, к сожалению, вот к этим работающим бедным. И в развивающихся странах таких бедных, работающих порядка 18-20 процентов, то есть проблема актуальна, существует. Вторая проблема, которая всегда классически рассматривается, называется, это проблема ядерной угрозы, да, то есть это оружие, которое может уничтожить все человечество. В настоящий момент у нас таких стран 9, обладающих этим оружием, но есть ряд государств, которые входят в НАТО, и на их территории хранится ядерное оружие Соединенных Штатов, да, то есть потенциально оно тоже может быть использовано. И если те страны, державы, которые уже достаточно давно имеют ядерное оружие, наладили какой-то паритет, да, то есть какой-то баланс, появился новый непредсказуемый игрок, это Северная Корея, которая также обладает этим оружием, но чем она руководствуется, да, какие она может предпринять шаги, никто не знает, потому что это очень опасный, непредсказуемый, серьезный игрок, который, в общем-то, эту глобальную проблему заостряет. Третья проблема, проблема загрязнения окружающей среды, то есть действительно выбрасывается огромное количество мусора, как в атмосферу, так и, соответственно, водные ресурсы, да, порядка 15 миллионов тонн только нефти, нефтепродукты выбрасываются в мировой океан, что, кстати, делает проблему разработок в области эко-нефти достаточно актуальными. 12 миллиардов тонн мусора вывозится из крупных городов ежегодно, то есть это все, безусловно, очень плохо влияет и на состояние окружающей среды, на состояние населения, и плюс это сокращает биоразнообразие, да, то есть у нас, если ежедневно вымирает несколько видов флоры и фауны, это очень плохо, и ученые Стэнсфордского университета недавно пришли к выводу, что было пять циклов вымирания живых видов, и, соответственно, мы сейчас находимся на шестом, и он является самым масштабным, то есть самым грандиозным за всю историю человечества, поэтому проблема актуальна. Четвертая проблема — это истощение ресурсов, то есть природных ресурсов, да, вы знаете, что у нас человечество добывает огромное количество любых там природных ископаемых, да, истощает почвы, период, на который достаточно у нас запасов нефти оценивается примерно в 50 лет, газа 65, железных руд 150, то есть это тоже в масштабах всего человечества не так уж много. И, на мой взгляд, наиболее остро в этом вопросе следует сказать о нехватке пресной воды. У нас уже сейчас каждый шестой житель планеты ощущает нехватку питьевой воды, более того, нарастает потребность в этой воде, то есть за счет урбанизации, за счет потребности промышленного производства, и может так оказаться, что в ближайшем будущем вода станет ценным ресурсом, да, а там, где будет дефицит этого жизненно важного ресурса, конечно, возможны любые конфликты, да, там вооруженные и прочие элементы нестабильности, поэтому эта проблема достаточно серьезна. И замыкает пятерку глобальных проблем человечества — это проблемы организованной преступности и терроризма, да, конечно, сейчас из-за вооруженных конфликтов порядка 60 миллионов людей является беженцами, количество терактов просто растет в геометрической прогрессии, да, если у нас в 2014 году от рук террористов пострадало более 30 тысяч человек, то каждый год эта цифра прирастает на 40-50%, да, это очень серьезно. Поэтому, наверное, эти пять основных проблем, глобальных проблем современности, которые остаются актуальными, да, и, в общем-то, на них следует обращать свое внимание. — Вот в последнее время человечество делало большой прорыв технологической составляющей своего развития, и вот как наиболее часто характеризует эту тему, мы сейчас находимся в процессе четвертой индустриально-промышленной революции. Она активно проникает во все сферы нашей жизни, и с точки зрения темы глобальных проблем, насколько этот процесс способен помочь в решении тех проблем, которые вы перечислили, насколько инструменты новой революции могут быть полезны для решения глобальных проблем человечества в настоящее время. — Спасибо, очень хороший вопрос, потому что, действительно, мы слышим очень много интересных вещей о четвертой промышленной революции, о постиндустриальном мире, да, мы читаем и удивляемся, что у нас скоро будет беспилотное такси, да, у нас изобретен эликсир вечной жизни, какие-то просто потрясающие фантастические вещи, а вопрос, как же эти вещи будут решать глобальные проблемы человечества, к сожалению, не задаются. Давайте посмотрим на тех пяти проблемах, о которых я вам говорила, соответственно, как здесь можно применить достижения четвертой промышленной революции. Начнем с проблемы бедности. Абсолютно, да, никаких решений для бедных четвертой промышленной революции не предлагает. Более того, те достижения, да, новинки, они скорее призваны улучшить уровень комфорта, уровень удовлетворения потребности, качество удовлетворения потребности именно золотого миллиарда, то есть людей, у которых и так, в общем-то, все хорошо. Для решения проблем бедности, насколько мы знаем, каких-то серьезных разработок не ведется, да, и, соответственно, мы можем сказать, что здесь достижения этой постиндустриализации бесполезны. Что касается ядерной программы, на самом деле, как говорил в свое время Иосиф Сталин и Маргарет Тэтчер, угроза уничтожить все живое является сдерживающим фактором, то есть те державы, которые обладают этим оружием, они уже не вступают в конфликт между собой, потому что эта война будет последней войной человечества. Единственное, они могут вести свои какие-то вооруженные конфликты на территории третьих стран. Поэтому вот этот, как я уже сказала, паритет сложился. Другое дело, что разработки четвертой промышленной революции могут привести к созданию какого-то нового сверхоружия, абсолютно, да, уничтожающего, несущего еще большие угрозы. И как сложится паритет в этом случае, соответственно, это вопрос большой. Поэтому здесь не то, что она решает эту проблему, она может ее усугубить. Следующая проблема, третья проблема, это защита окружающей среды. Действительно, здесь, так скажем, прогноз более оптимистичен. Можно разработать новые виды ресайклинга, новые виды защиты окружающей среды, экологичные виды производства. Единственный момент, который следует учитывать, заключается в том, что чистый воздух, чистая среда, это общественное благо, и бизнесу оно неинтересно, поскольку не позволяет максимизировать свою прибыль. Оно несет дополнительные затраты. То есть в данном случае на себя функцию должны взять государство, должны взять какие-то надгосударственные органы, международные организации, и объединившись заниматься именно очисткой, да, какими-то вещами очистки окружающей среды, а не какими-то псевдозадачами вроде парникового эффекта. Здесь еще зависит, куда будут направлены средства, да, и от этого будет зависеть, насколько эффективна будет эта политика. Что касается обеспечения ресурсами, обеспечения. Действительно, здесь, опять-таки, вполне оптимистично можно говорить о ресурсах природных, да, действительно можно синтезировать и альтернативные источники энергии, да, и какие-то подобные ресурсы. Что касается продуктов питания и, скажем так, воды, здесь, ну, я более скептически к этому отношусь, поскольку действительно сейчас ведутся разработки, которые позволили, скажем, синтезировать мясо, да, синтезировать питьевую воду из каких-то искусственных компонентов. И насколько это решит проблему голода, ну, прежде всего, в настоящий момент, это очень дорого. То есть это намного дороже, чем живые продукты, поэтому мы однозначно сейчас не сможем накормить Африку этими продуктами. Другой момент, на который стоит обратить внимание, это последствия для организма. То есть насколько эти синтезированные продукты смогут человеку нормально функционировать, да, выполнять все необходимые жизненные функции, поскольку, скажем, те же генномодифицированные продукты, да, последствия их на организм до сих пор не изучены. Насколько эти синтезированные продукты будут нам полезны, да, насколько не будет от них нанесен ущерб организму, это повод для серьезных разработок, на которые, да, соответственно, возможно, ученые обратят внимание. И, наконец, заключительная проблема – терроризм, организованная преступность. Здесь ситуация очень интересная. С одной стороны, конечно, достижение четвертой промышленной революции позволит отслеживать этих преступников, да, как-то контролировать их деятельность. С другой стороны, сами преступники и террористы тоже прекрасно пользуются достижениями, да, могут шифровать, там, каналы связи, могут, скажем, использовать те же криптовалюты, да, для расчетов. Поэтому, наверное, это такая игра на опережение. То есть кто кого опередит, однозначно мы не можем сказать, что промышленная революция четвертая решает эту проблему. То есть, и еще важный момент – сама промышленная революция, она несет в себе столько угроз, в том числе политической нестабильности, что она является не столько возможностью, сколько вызовом, да, то есть она сама является глобальной проблемой человечества. И одна из угроз заключается в том, что вытеснение низкоквалифицированного труда лишает возможности зарабатывать людей, которые, соответственно, в этом сегменте. И более того, такой парадокс, что сокращая оплату их труда, их лишают возможности перейти на более высокий сегмент рынка, то есть они получают мало, но у них нет возможности обучиться и перейти, скажем так, в высококвалифицированный сегмент. Более того, говоря о дифференциации, именно автоматизация труда отнимает главное преимущество развивающихся стран – это дешевый труд. То есть в данном случае, получается, у них отнимается шанс на индустриализацию, на догоняющий рост. И под угрозой стоит именно средний класс. А средний класс, да, если он уничтожается, если он сокращается, конечно, это прямой путь к политической нестабильности, к каким-то радикальным взглядам, да, вооруженным конфликтам. Поэтому и сама революция, на мой взгляд, она достаточно неоднозначна. Динара Хамитовна, перейдем к смежной теме. Наиболее актуальным вопросом для студентов является вопрос будущей профессии. Могли бы вы кратко обозначить, как изменения в мире меняют потребности бизнеса, экономики, а также как эти изменения меняют самого человека, какие навыки и умения в это время становятся наиболее актуальными? Да, действительно, прежде всего, развитие технологий, конечно же, будет вести к тому, что масса рабочих рук станут ненужными. Не будут востребованы определенные виды профессий, скажем, требующие выполнения каких-то инструкций, да, потому что инструкции будут выполнять роботы. Не нужно будет запоминать большой объем информации, потому что доступ к ним будет, в общем-то, достаточно простой и быстрый. На мой взгляд, будут более востребованы те профессии, которые требуют креативности, способности к творческому мышлению, к быстрой адаптации, к меняющимся условиям. К сожалению, проблема образования, обучения заключается в настоящий момент в том, что готовят именно человека, который исполняет инструкции, то есть, по сути, исполнителя низкого уровня, тех, кто подвержен прежде всего вытеснению машинами, автоматизированным трудом. Можно еще сейчас выучиться на хорошего физика, технолога, счетовода, но нельзя выучиться на хорошего политика, общественного деятеля, предпринимателя. Поэтому на что можно обратить внимание? Прежде всего, студентам я бы порекомендовала читать как можно больше книг, которые описывают поведение фирмы в кризисных условиях. Это Энди Гроуф «Выживают только параноики» или «Великий по собственному выбору» Джима Коллинса. То есть, книги, в которых это все описано и которые помогут сформировать ретроспективное осмысление, креативное мышление, гибкость. То есть, учиться нужно новому и учиться этому нужно быстро. То есть, вам, как выпускникам, наверное, нужно приучить себя к мысли, что те знания, та информация, которую вы получите в ходе своего обучения, ее не будет достаточно для долгосрочной карьеры. То есть, всегда нужно будет готовым переобучиться, получить какие-то новые навыки, чему-то абсолютно новому научиться. И, кстати, если кто-то это воспринимает как проблему, мне понравилось, как на венчурном форуме, который в апреле этого года состоялся в Иннополисе, было сказано о том, что это возможность прожить несколько жизней. Это интересно, это возможность попробовать себя в чем-то новом. Также очень важно студентам советую всегда читать как можно больше книг, расширять свой кругозор. Кстати, об этом же и говорил на лекции в нашем институте председатель Нишекономбанка Сергей Горьков. Он говорил, читайте больше книг, расширяйте свой кругозор. И, кстати, я, как заведующая кафедра, на своих профилях, региональная и мировая экономика, стараюсь именно этот подход развить. То есть, не дать студентам какие-то узкие знания, которые могут скоро устареть, а именно дать какое-то знание широкого профиля, развить мышление, которое способно в любой обстановке быстро адаптироваться к меняющимся условиям и, соответственно, быть успешными. Кстати, пользуясь случаем, хотела поздравить Рената с успешным прохождением первой ступени в обучении в высшей школе. Отличная защита своего диплома бакалаврского. Хотела пожелать вам успешно пройти на следующую ступень своего обучения, а в будущем вам, кстати, успешной защиты, которая предстоит. И пожелать вам, ребята, в будущем быть успешными, занять хорошее достойное место в меняющемся постиндустриальном мире. Спасибо большое. Спасибо за интервью. На этом наша программа подошла к концу. У нас в гостях была Дина Архамедовна Галямова, профессор Института управления экономикой и финансов КФУ, заведующий кафедрой территориальной экономики, доктор экономических наук. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин